добрые вещи дорогие друзья сегодня пятница 22 января я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем обсуждать события международной политики так сегодня я хотела бы сделать маленькую международную панораму и предложить вам несколько тем для обсуждений если они вас заинтересуют я очень буду рада сделать отдельные видео по этим темам на выходные с тем что мы обсудили их детально итак я начинаю свою международную панораму событий далекой прекрасной африканской стране уганди где у джека дорси марка цукерберга и билла гейтса нашлись рьяные и креативные последователи дело в том что бессменный лидер угандийского народа ювери муссавени который является президентом этой удивительной страны начиная с 1986 года решил бороться за шестой срок и он подумал что вот этот американский опыт те методы которые применяли вышеупомянутые господа весьма интересен и даже авангарден но он решил доработать потому что понимаете он является подлинным демократическим лидером иначе он никогда бы не стал гарантом стабильности угандийского народа в течение стольких лет и он сказал что это некрасиво и и даже нехорошо когда одних в соцсети пускают а других оттуда исключают это не демократично поэтому ювери муссавени решил закрыть всем угандийцам и вход в соцсети во время выборов и после чтобы гарантировать конечно же стабильность я думаю что на самом деле методы которые применялись во время американских выборов являются колоссальным подарком не только господину муссавени который стал шестой раз президентом уганды но и другим лидером я думаю что мы будем видеть и дальше применение этих авангардных цифровых методов в политической практике выборной предвыборной и после выборной но насчет после выборной практики я хотел бы сразу перейти к соединенным штатам потому что как мы знаем борьба продолжается и в бой вступают новые лица вообще хочу сказать что это очень интересный феномен потому что вот эта ситуация кризисная рождает новых героев то есть это это закон человеческого общества когда существует кризис когда в рамках существующих институтов его невозможно решить появляются новые герои новые лица которые ведут за собой своих сторонников конечно таким же героем таким героем является мажори тейлор грин это представитель от штата джорджи она новые новые конгресс-вумен как это принято говорить конгресс-вумен и она подала уже как вы знаете документы на импичмент джо байдена это достаточно интересная процедура потому что я знаю что многие скажут что она обречена что юридически это невозможно потому что у демократов сейчас большинство в обеих палатах конгресса да юридически они правы но с точки зрения политики потому что политика не тождественно юридическому процессу политика это процесс и не стоит забывать что в этом процессе рождаются законы то есть политики законодатели они создают законы то есть это это достаточно все тонко поэтому то что маржарит требует обсуждения этой темы в конгрессе уже имеет колоссальное значение для американского политического конгресса и для всех нас потому что то что она требует это обсуждение ситуации с мы и она уже распространяет хотя и исключили исключили соцсети видите как прозорлив господин муссавейни он говорит что да надо и после выборов запрещать потому что не только во время но и после выборов надо запрещать соцсети потому что иначе вот она начинает рассылать сейчас всем видео на котором джо байден хвастается эта конференция он хватается о том что он лично звонил порошенко и он дал ему шесть часов на раздумья и сказал что он блокирует миллиард американской помощи самый знаменитый юэс эйд да это самая знаменитая из вариантов американской помощи потому что это проект который это самый щедрый из американских проектов скажем так он сказал что он нет нет заблокирует эту помощь если порошенко не уволит прокурора шоке то есть это видео сейчас ходит в сети мажори его распространяет весьма исправно и она требует она требует обсуждения в конгрессе она требует создания комиссии так далее и тому подобное то есть это очень неожиданный поворот потому что никто и скажем так опытных политиков не решался бы этого сделать потому что мажори совершенно новое лицо это ее первый мандат в конгрессе и она с энтузиазмом и с отвагой и с решимостью бросается в бой и конечно она уже стала одним из самых популярных лиц среди республиканцев и республиканских избирателей потому что она настоящий борец за правду и мы будем видеть развитие этой ситуации вне зависимости от того какой будет юридический исход потому что юридически конечно исход предрешен потому что палаты представители не проголосует но надо надеяться на то что этот политический процесс создаст определенный контекст и конечно тут вы не за не упомянуть импичмент второй пичмент против президента трампа потому что американские законоведы потирают руки и выстраиваются очереди они мечтают защищать президента говорят что он уже выбрал адвокатов но тем не менее группа лиц очень уважаемых законоведов и профессоров и адвокатов жаждет участвовать в этом процессе потому что он создает двое власти потому что в законе очень четко сказано что импичмент может применяться только против президента вице-президента и других официальных лиц то есть лиц у которых есть офисы которые находятся на государственной службе то есть если начинается импичмент против президента который является де-факто гражданским лицом и до юра тоже то это значит что юридически его признают президентом это очень интересный казус я уже останавливалась на этом но я буду говорить об этом еще потому что возможно именно этот тормозит нэнси пелоси передать это дело дальше в сенат потому что настоящий момент это дело заторможено заблокировано то есть они они в раздумьях демократы в раздумьях но вообще конечно у них сейчас очень бурный период как вы знаете потому что джо байден подписывает различные документы то есть идет демонтаж всего что сделал травм я думаю что некоторые элементы очень интересны для россии потому что скажем он подписал запрет на разработку новых месторождений шельфово газа то есть он запретил фрекинг как процесс как метод это очень интересно потому что это значит на нет сойдет добыча шельфово газа это хорошая новость для европы это хорошая новость для россии это хорошая новость для природы для экологов потому что этот метод совершенно варварский против него боролись европейские экологи фактически великобритания была последней страной которая использовала фрекинг и это закончилось мораторием потому что было спровоцировано землетрясение небольшое землетрясение надо сказать но сразу же компания сказала что это не связано что это случайное совпадение но тем не менее жители этой местности потребовали моратория они вы добились сразу же потому что власти испугались и это хорошо известный феномен потому что вот эти взрывы подземные они могут провоцировать движение грунтов и почв то есть это на самом деле очень опасный процесс в европе он не практикуется и конечно же европейские экологи боролись за то чтобы не только запретить его на территории европы и тут в авангарде была франция но также запретить покупку шельфового газа потому что чтобы не разрушать природу в других странах то есть я готова сказать по этой теме как это отразится на россии северном потоке если вас это интересует и вообще поговорить о северном потоке и анти российской политики потому что это великая классическая тема о которой я могу говорить бесконечно если она конечно вам интересно потому что в общем то она классическая мне очень мало новых элементов и это все то же самое что что было то есть это как классическая опера если вы хотите я могу спеть эту арию но это ария поется уже в течение очень долгого времени здесь нет никакого авангарда на мой взгляд намного интереснее конечно обсуждать американскую политику потому что таких ситуаций как говорил черномырдин да такого не было никогда и вот опять то есть это американская политика которая открывает совершенно новую эру новые горизонты и она касается всех нас что касается северного потока то это очень классическая ситуация в политике и исход ее предрешен но если вам интересно я конечно с превеликой радостью буду говорить на эту тему так же как и о других реформах джо байдена реформах демонтажа того что сделал трамп и какие-то последствия будет имеется для политики потому что сейчас мы видим фактическую ситуацию боевластия потому что республиканцы не сдались и это и характеризует потому что все-таки это великая старинная партия это изначально основная американская партия и было бы очень наивно полагать что они просто так сдадут свои позиции как говорит президент цитируя черчилля никогда 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 не сдавайся я желаю всем очень приятного вечера и надеюсь что одна из этих тем или несколько из этих тем вас интересует так же как и меня